Добрый вечер, уважаемые коллеги, дамы и господа. Коротко скажу о наших впечатлениях по поводу конференции, которая проведена в Париже. Это грандиозное, очень большое международное мероприятие и событие. Хочу поздравить наших французских друзей с тем, как они смогли организовать эту работу. Все очень технологично, удобно, но и самое главное, надеюсь, будет результативно. Повторю то, что сказал в своем выступлении, а именно то, что Россия не только справилась, но и сделала больше, чем предусматривалось с Киотским соглашением. Мы не просто сохранили уровень выбросов в атмосферу 1990 года, но и сократили их, и при этом, как я уже говорил, почти удвоили ВВП за это время. То есть можно и развивать экономику, и в то же время сохранять природу. Но и 70% от 1990 года, если мы сделаем на следующем этапе, мы и Россия, то это будет нашим вкладом и очень серьёзным. Поэтому надеюсь, что конференция закончится должным образом, подписанием соответствующего соглашения, которое будет работать после 2020 года, когда закончит своё действие Киотский протокол. Россия намерена взять на себя серьёзные обязательства, уверены, что мы выполним все эти обязательства, конечно, в расчёте на то, что эти обязательства будут юридически именно обязывающими и будут затрагивать все страны мира. С учётом того, о чём мы договаривались, в том числе и в Башкирии на саммите стран БРИКС, когда мы вырабатывали единые подходы к решению различных проблем мирового уровня, одна из этих проблем, безусловно, это проблема ограничения выбросов в атмосферу и уменьшения, повышения температуры на планете не меньше, чем на 2 градуса. Думаю, что это реалистичный план, и мы готовы к этой работе совместно с нашими партнёрами. В ходе сегодняшнего пребывания в Париже состоялся целый ряд встреч с коллегами – это и президент Перу, президент Соединённых Штатов Америки, канцлер Федеративной Республики Германия, председатель Еврокомиссии, президент Южной Кореи, премьер-министр Израиля. Мы говорили по двухсторонним вопросам, по развитию двухсторонних отношений, ну и, конечно, по наиболее актуальным животрепещущим проблемам сегодняшнего дня, прежде всего, о сирийской проблеме и о путях её урегулирования. В целом, мне представляется, что мы примерно на одной волне рассуждаем, и все исходим из того, что решить сирийскую проблему можно исключительно политическими средствами. Сейчас ищем платформу, на которой можно было бы двигаться дальше. Надеюсь, что нашим министрам иностранных дел на ближайшие встречи в Вене удастся найти больше точек соприкосновения. Для этого, по-моему, есть все предпосылки. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы... Добрый день, господин президент. Телеканал Франц-2. Я хотел спросить, почему вы не прибыли на конференцию к её открытию, почему вы не приняли участие в «Минуте молчания» по жертвам терактов в Париже и не участвовали в групповом фотографировании? Вы знаете, это чисто технический вопрос. Вы знаете наши отношения к терактам, к тому, что происходит в результате терактов. Мы с самого начала одними из первых выразили соболезнования французскому народу с терактами в Париже. Россия многократно сталкивалась с террористическими актами и несла и несёт большие жертвы, в том числе последняя, одна из наиболее крупных катастроф подобного рода – это уничтожение нашего гражданского лайнера на Синае. Господин президент Аланд был недавно в Москве, как вы знаете. Мы подробно всё это обсудили, всё это является предметом нашего диалога в постоянном режиме. То, что я не присутствовал там на фотографировании, либо на каких-то ритуальных вещах, это, повторяю ещё раз, вопрос чисто технического характера, связан с рабочим графиком и с необходимостью с коллегами обсудить до конца в деталях всё, что мы должны сегодня были здесь сказать, и на сессии, ради которой я сюда приехал, и в ходе двухсторонних встреч. И надеюсь, что наше сотрудничество с французскими коллегами пойдёт дальше, чем с многими другими, что мы в практическом плане будем вместе бороться с терроризмом в Сирии, имея в виду договорённости между нашими военными ведомствами о координации своих действий. Ольга Соломонова, газета «Гудок». Добрый вечер, Владимир Владимирович. Скажите, пожалуйста, вот Вы уже начали говорить про эту конференцию климатическую. Что, на Ваш взгляд, является основным препятствием для согласования нового соглашения по климату? Как, например, можно урегулировать разницу в квотах для стран развитых и стран развивающихся? Что Вы на этот счёт делаете? Это всегда поиск компромисса. В чём суть позиции развивающихся стран? Она всем хорошо известна. И заключается в том, что страны с развитой экономикой уже прошли определённый путь развития, добились определённого результата, уровня производительных сил, технологического развития. И если сейчас тяжёлым временем на развивающиеся экономики положить ограничения, связанные с выбросами, уплатой штрафов и так далее и тому подобное, то тогда это будет одним из средств сдерживания их развития. Конечно, именно поэтому мы все говорим о том, что через механизмы ООН нужно оказать содействие развивающимся экономикам с тем, чтобы они выходили на более высокий уровень технологического развития и не были связаны по рукам и ногам ограничениями по выбросам в атмосферу. Вот если мы найдём вот этот компромисс, а мы близки к этому, то тогда успех обеспечен. Так, ещё давайте, российские есть ещё журналисты, которые хотят задать вопрос? Пожалуйста. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Первый канал, Иван Прозоров. Скажите, пожалуйста, многих журналистов интересует, была ли сегодня встреча с президентом Турции, Эрдоганом, и тема сбитого российского самолёта насколько часто фигурировала в Ваших диалогах, в Ваших контактах с другими главами государства? Спасибо. С президентом Турции мы не встречались, не виделись, соответственно, встречи не было. А что касается самой темы сбитого российского самолёта, то, конечно, эта тема звучала практически во всех моих двусторонних встречах. Я давал соответствующие пояснения и рассказал о том, что произошло. Но, насколько я себе представляю, все коллеги внимательно слушали, и подавляющее большинство разделяют, во всяком случае, тот тезис, согласно которому не было никакой необходимости наносить удар по незащищённому российскому бомбардировщику, который Турции не угрожил. Позвольте сразу уточняющий вопрос, который тоже коллегам, наверное, интересует. Прошла неделя с момента атаки на российский самолёт. Вам лично, персонально удалось понять, зачем президент Турции, Эрдоган, сделал такой акт? Мы слышали от турецкой стороны, что не президент Турции принимал это решение, что это принимали решения другие лица. Для нас это, в общем, не имеет большого значения. Важно, что в результате этой преступной акции погибли два наших военнослужащих, командир экипажа и солдат морской пехоты, который входил в состав группы спасения экипажа. Зачем они это сделали, это нужно спрашивать у них. Это огромная ошибка. Газета Монт. Два вопроса. Один из дипломатической сферы, второй из сферы климатической. Во-первых, что Вы можете сказать о вырисовывающейся блокаде в том, что касается формирования широкой антитеррористической коалиции? Как Вы оцениваете ситуацию в этой сфере на сегодняшний день? И второй вопрос, насколько я понял, господин президент, Вы говорили о важности лесов для сохранения климатической стабильности. По данным статистики, в 2013 году площадь лесных массивов в России сократилась. Как Вы сопоставляете эти два факта? Что касается лесов, которые являются абсорбентом, как губка впитывает в себя различные выбросы, то, да, действительно, мы столкнулись с определёнными проблемами, прежде всего, техногенного и природного характера. Вот мы говорим об изменении климата, в том числе и результат глобального изменения климата, когда горят леса, особенно в северной части Российской Федерации. Это результат изменения климата, когда мы сталкиваемся с другими климатическими и необычными явлениями в виде ураганов, таких, которых раньше человечество не видело и так далее. Вот это всё проявление как раз тех самых изменений, связанных с таянием, скажем, ледников в Арктике и так далее. Сохранение этих лесов, их, если возникают пожары, тушение лесов требует значительных финансовых ресурсов. Это лёгкие планеты. Нужно соответствующее лекарство, средство, чтобы это сохранить в должном виде. Поэтому мы увязываем действительно наличие лесов с обязательствами по сокращению выбросов. И в целом подавляющее число коллег наших на международной арене с этим согласны. Теперь, что касается создания широкой коалиции по борьбе с терроризмом. Вы знаете, что я говорил об этом ещё выступая на 70-й юбилейной сессии Организации Объединённых Наций, Генеральной Ассамблеи. Мы всегда за это выступаем. Но этого нельзя добиться до тех пор, пока кто-то будет использовать часть террористических организаций для достижения сиюминутных политических целей. Пока не будут выполняться резолюции Совета безопасности о прекращении сбыта незаконно добываемой террористами нефти, произведения искусства и так далее и тому подобное. Мы сейчас получили дополнительные данные, подтверждающие, к сожалению, что из мест добычи нефти, которые контролируются ИГИЛ и другими террористическими организациями, эта нефть в огромном количестве, в промышленном масштабе поступает на территорию Турции. И у нас есть все основания полагать, что и решение по поводу того, чтобы сбить наш самолёт, было продиктовано желанием обеспечить безопасность этих путей доставки нефти на территорию Турции. Как раз к портам, откуда они отгружаются в танкеры. А защита туркоманов – это только предлог. И, конечно, вы знаете, что наши лётчики на своих ракетах пишут «за наших», то есть это месть за удары за погибших наших граждан на Синае. На этих же ракетах пишут «за Париж» – это возмездие за удары по Парижу террористов. А этот бомбардировщик сбивает турецкий ВВС. О чём же можно говорить? О какой широкой коалиции? Но мы всё равно будем стремиться к тому, чтобы сложилась действительно действенная, эффективная широкая коалиция. За то, чтобы региональные, местнические или финансовые интересы ушли на второй план перед глобальной угрозой террора. Агентство ТАСС Вероника Романенкова. Владимир Владимирович, мы знаем, что у вас была встреча с Обамой сегодня. О чём вы разговаривали и, может быть, договорились? Мы говорили о Сирии прежде всего, говорили о том, что в ближайшее время должно быть в центре нашего внимания. А это список организаций, которые мы считаем террористическими, список организаций, которые являются представителями здоровой части оппозиции. Говорили о тактике наших совместных действий на этом политическом треке. И в целом, по-моему, есть понимание, куда надо идти. Если мы говорим о необходимости политического регулирования, то нужно работать над новой конституцией, над новыми выборами и контролем за их результатами. И часть времени беседы была посвящена регулированию на юго-востоке Украины. Говорили о необходимости полного исполнения со всех сторон Минских соглашений. Здравствуйте. Кира Латухина, Российская газета. Владимир Владимирович, в целом не жалко вам двусторонних отношений с Турцией? Ведь уровень партнерства был беспрецедентный, десятилетиями над этим работали, и что теперь? Я думаю, что нам всем жалко, и мне лично очень жалко, потому что я сам лично очень много сделал для строительства этих отношений в течение длительного периода времени. Но есть проблемы, которые возникли уже давно, и которые мы пытались решить в диалоге с нашими турецкими партнерами. Ну, например, мы давно просили обратить внимание на то, что представители террористических организаций, которые воевали и пытаются воевать с нами с оружием в руках в отдельных регионах России, в том числе на Северном Кавказе, всплывают на территории Турции. Мы просили прекратить такую практику. Тем не менее, фиксируем, что они находятся на территории Турецкой Республики, проживают в охраняемых спецслужбами и полицией регионах, а потом, используя безвизовый режим, всплывают опять на наши территории, где мы продолжаем с ними бороться. Вот это созрело уже давно, и мы многократно ставили вопросы и на уровне спецслужб по партнерским так называемым каналам, и на уровне МИДов, и на высшем политическом уровне. К сожалению, мы не видели такой партнерской реакции на все наши озабоченности. Поэтому ряд вопросов, которые так или иначе уже требовало решать, они назрели раньше. Жаль, что их приходится решать вот в такой обстановке, но это не наша вина, это не наш выбор. Давайте на этом закончим.